В РФ эпидемия ВИЧ, однако Минздрав отказывается признавать данные о миллионе зараженных и отвергает современные методы профилактики. Как так получилось? Стигматизация больных и принудительные тесты ВИЧ появился в СССР незадолго до распада. В РФ 90-х на лечение больных особо не было денег, хотя терапия уже существовала. Предприимчивые бизнесмены пропихнули закон о ВИЧ, требование проверять максимально много людей, чтобы заработать на продаже тестов. Газеты, депутаты, чиновники да и граждане стигматизировали зараженных и утверждали, что это проститутки, расы, наркоманы. Хотя больше всего зараженных было из-за нехватки одноразовых шприц в больницах. Крестовый поход за нравственность. Алексей Мазуч, один из врачей, начинавших в лабораториях тестирования на ВИЧ в 90-е, подсуетился и оброс связями в правительстве Москвы и Минздраве. Он основал фирму, чтобы получить госконтракты на профилактическую социальную рекламу. Понимал эту рекламу, он, правда, по-своему пропагандировал, что презервативы не защищают от инфекции и развращают молодежь, а наркопотребителям не нужны продлевающие жизнь лекарства. Это не подтверждалось научными исследованиями, зато приносило доход. Такими постерами с пропагандой верности была увешана вся Москва. На плакатах размещен откровенный фейк, заразиться можно и будучи верным партнеру, а секс в презервативе безопасен. Получил контракты на всякие постеры и в теле ролики также бизнес-партнер Мазуса. Одна из тех, Александра, через несколько лет возьмет его фамилию. Мазус решил не останавливаться на Москве и в 2010 году принес свои идеи в федеральный Минздрав. Его соратница Людмила Степенкова тем временем продвинула запрет на рекламу презервативов в Москве как профилактики ВИЧ. Как и в других странах, помочь с эпидемией могли бы и не государственные организации. Однако их ВРФ систематически признают инагентами, а их деятельность ограничивается. Крестовый поход за нравственностью набирает обороты, пока больных становится все больше и больше. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.